МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей о самых важных событиях Муравленко расскажем прямо сейчас. В округе готовятся к единому дню голосования. 13 сентября муравленковцам предстоит принять участие в выборах депутатов Городской думы и ЗАГС Собрания Ямала. Прием заявлений для голосования по месту нахождения на Ямале продолжается в 41 пункте. Это 13 территориальных комиссий и 28 в подразделениях МФЦ округа. Эти заявления могут подать те, кто на момент выборов будет находиться в командировке или отпуске в пределах автономного округа. Уже поступило 13 таких заявлений. На Ямале за сутки выписали больше 20 пациентов, победивших коронавирус. Под наблюдением врачей сейчас находится 876 пациентов, 335 на стационарном лечении. По данным окружного оперативного штаба, за сутки в регионе зарегистрировано 87 случаев инфекции. Один из них – Муравленко. Самый большой прирост – 24 заболевших в Новом Уренгое и 13 в Ноябрьске. В Лабытнанге на сегодня прибавилось 6 ковид-положительных, в Таркасале – 5, в Губкинском и Надыме – по 4, в Салихарде – 3, в Ярсале – 2 и 1 в Уренгое. Почти за 8 месяцев в городе зарегистрировано около 70 случаев сетевого и телефонного мошенничества. С начала года горожане подарили преступникам почти 3 миллиона рублей. Как не попасться на удочку грабителей, расскажет Анастасия Попова. Злоумышленники продолжают наживаться на доверчивых муравленковцах и всегда держат руку на пульсе. Теперь мошенники активно ищут жертв не только в социальных сетях, но и на платформе интернет-сервиса с объявлениями. Только с начала года в городском отделении МВД зарегистрировано около 70 случаев мошенничества в интернете. В последнее время наши жители выставляют на Авито объявление о продаже своего имущества. Звонят злоумышленники, представляются покупателями и предлагают пройти посылки для оформления доставки. После чего наш заявитель проходит посылки, где вносит свои банковские реквизиты. К нему приходит код доступа, он сообщает, вводит его в необходимое окно, после этого у него начинают списываться деньги. Один из последних случаев произошел с жительницей города. Девушка решила продать в интернете обувь. Ей тут же написали покупатели, чтобы узнать, продана вещь или нет. После чего в мессенджере прислали ссылку. Перейдя по ней, будущая жертва ввела данные своей банковской карты и пароли. Деньги начали списывать незамедлительно. Этими средствами мошенники оплачивали товары в одном из интернет-магазинов. Однако наиболее популярными видами мошенничества остаются аферы с участием псевдосотрудников банков. Они с завидным постоянством получают информацию о банковских картах, идентификаторах пользователей и паролях для доступа к онлайн-банкингу. И все это жители сообщают добровольно и самостоятельно. Гражданам на сотовый телефон поступают звонки с неизвестных абонентских номеров. Чаще всего номера начинаются на 8 499 или 8 495. Собеседник представляется с сотрудником службы безопасности банка и сообщает о том, что с картой случились какие-то проблемы. То есть она заблокирована, или с нее пытаются снять денежные средства. И в целях безопасности предлагают установить на телефон приложение. Используя это приложение, мошенники получают полный доступ к телефону. Правоохранители рассчитывают, что профилактическая работа все же остановит волну мошенничеств. Ведь только за год муравленковцы подарили мошенникам около 3 миллионов рублей. Полицейские напоминают жителям быть бдительнее и помнить простые правила. Сотрудники банков никогда не запрашивают конфиденциальные сведения. Поэтому не стоит слепо доверять голосу в телефонной трубке. Анастасия Попова, Виталий Сидняев, Петр Хаджаев. Новости Муравленко. Номер вызова экстренных служб 112 заработает по всей стране в следующем году. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Планируется, что в 2021 году система 112 будет доступна по всей стране, чтобы люди могли не только сообщить о пожаре, наводнении и автокатастрофе, но и вовремя обратиться за помощью по единому номеру в случае других происшествий и экстренных ситуаций. Пока же в 73 регионах эта система полностью не развернута. Жильцам расселенных домов напоминают, что после переезда из аварии им необходимо в течение 7 дней переписаться по новому адресу. В паспортный стол можно обратиться через портал Госуслуг или в многофункциональный центр. За проживание без регистрации предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 2 до 3 тысяч рублей. Также гражданам необходимо переоформить на себя лицевой счет. То есть сообщить поставщикам ресурсов, что у квартиры сменился собственник. Это избавит от долгов предыдущего собственника и не станет препятствием для получения субсидий за коммунальные услуги. Переоформить лицевой счет можно в Муравленковском Яриц. Глава региона Дмитрий Артюхов вошел в топ-3 среди губернаторов России по позитивному упоминанию в соцсетях. Выяснилось, что в позитивном ключе пользователи соцсети обсуждают губернатора более чем в 17% случаев. Доля позитивных упоминаний выросла за месяц почти на 4%. Уточняется, что подавляющее большинство сообщений обо всех губернаторах страны носит нейтральный характер. Что касается соцсетей, больше всего главу региона упоминают во Вконтакте. Далее по популярности соцсети Телеграм и Одноклассники. В арсенале местного спасательного отряда «Лиза Алерт» появился беспилотник. Такой подарок добровольцам сделала девушка, пожелавшая остаться неизвестной. Какие возможности для поисков «Открой дрон» узнавала Алена Гафарова. Квадрокоптер для спасателей – не только дополнительные глаза. Это устройство, которое может облетать непроходимые местности. Этого помощника в местный штаб доставили накануне. Неоценимый подарок сделала бывшая землячка, которая сейчас живет в Москве. Она позвонила и на самом деле хотела скинуть нам денег, скажем так, на поддержку нашего отряда. И, в общем-то, так как мы никогда не принимаем ни в каком виде денежные средства, это самое первое правило нас как отряда, я ей сказал, что, к сожалению, такой возможности нет. В итоге девушка решила пожертвовать поисковикам свой беспилотник, докупив к нему необходимые комплектующие. Игорь Шелепов отмечает, благодаря дрону поисковые операции станут эффективнее, человеческие ресурсы с непроходимых болот можно перераспределить на технику. У нас очень большое количество открытых местностей, заболоченных местностей. Куда отправлять пешком людей, прочёсывать и искать там пропавших, потеряшек наших. Ну, это очень затратно по времени, людского ресурса и, в общем-то, как сказать-то, выхлопа из этого очень мало. Принцип работы дрона в спасательных операциях такой. Беспилотник летает на местности и делает снимки. После чего они загружаются в компьютер и обрабатываются специальной программой. Красным квадратом помечаются места, где может находиться человек. Именно их подробно и изучают спасатели. Во время спасательных операций на счету поисковиков каждая минута. Для сравнения на отработку квадратного километра заболоченной местности силами людей уходит в среднем 6-9 часов. Беспилотник справится с этой задачей примерно за полтора часа. Добровольцы подсчитали, что стоимость подаренного оборудования в среднем составляет 200 тысяч рублей. Для отряда эта сумма неподъемная. Силами неравнодушных благотворителей арсенал поисковиков со временем пополняется необходимым оборудованием. Алена Гафарова, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Родители смогут узнать все о состоянии здоровья своих детей в возрасте от 15 до 18 лет, а также об их вредных привычках. Это установлено новыми поправками в закон, которые вступили в силу. Детали изменений в репортаже Таисии Русия. Прежде закон не позволял родителям получать данные о здоровье ребенка после его 15-летия без его согласия. С этого возраста подросток мог самостоятельно обращаться по всем вопросам с медработниками, которые его обследуют или лечат. Теперь все детали обращений доступны и родителям несовершеннолетних. Совсем недавно вступили в силу изменения в закон об охране здоровья. Если раньше родители могли наблюдать за состоянием здоровья своих детей до 15 лет, то теперь они могут наблюдать за ним до 18 лет. Как отмечали авторы закона, подростки зачастую не склонны сообщать родителям подробности из своей личной жизни. А родители не всегда могут отслеживать все изменения в поведении своих детей. Это очень актуально, учитывая особенности развития именно в подростковом периоде. Это и особенности сейчас поведения подростков с 15 до 18 лет. Это именно очень часто бывают психические нарушения в этом возрасте. Чаще всего в подростковом возрасте дети замалчивают о ранней беременности, наркомании, токсикомании, раннего алкоголизма. Но взрослым не стоит забывать, что несмотря на переходный возраст, с подростками необходимо разговаривать и не осуждать своего ребенка. И чаще всего дети боятся осуждения со стороны взрослых. К тому же, если отклонения в поведении ребенка замечают психологи, они тоже могут сообщить об этом взрослым. Теперь это разрешено законодательно. Федеральный закон номер 323 об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации внесены соответствующие изменения, которые вступили в силу 11 августа 2020 года. Теперь родителям, законным представителям подростков 15-17 лет предоставлен доступ к полной информации о состоянии здоровья ребенка. При этом информационное добровольное согласие подросток по-прежнему в праве подписывать самостоятельно с 15 лет. До этого возраста полную ответственность за малолетнего ребенка несут родители. Им же дано право подписи в необходимых документах. Таисия Русия, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. Проблема бродячих животных по-прежнему актуальна для нашего города. С начала года в городе отловили 226 бездомных кошек и собак. Волонтеры всеми силами пытаются каждому найти новый дом. Тему продолжит Дарья Идиатулина. Сэм и Харди оказались дома у Ярослава случайно. Обе собаки в свое время остались без крова. А молодой человек не смог пройти мимо. Сейчас Харди находится у него на передержке. Ярослав ищет для своего временного питомца новых хозяев. Он уже помог найти любящую семью 12-ти таким брошенным собакам, с которыми бывшие хозяева поступили так бесчеловечно. Как у нас законодательство говорит гражданский кодекс вещи, но все равно даже за вещи мы должны нести ответственность. Хоть какую-то минимальную ответственность, заботу. Тем более вот для таких. Ярослав – один из волонтеров группы «Верное сердце». Любящих хозяев для бездомных собак и кошек эти ребята ищут через социальные сети. За несколько лет им удалось найти новый дом с сотням брошенных животных. И работа эта продолжается. В основном мы всегда, как волонтеры группы «Верное сердце», мы стараемся сфотографировать, выставить, что если кто-то потерял, потому что там тоже такие объявления о пропаже. Если видно, что животное с поводком сошельником, то лучше придержать. У меня всегда у нас с собой третий поводок. Так что помимо этих двоих я могу еще кого-то придержать и отдать. Отловом бездомных собак и кошек в Муравленко занимается специальная фирма, с которой заключен контракт. С начала года в микрорайонах города и на территории промышленной зоны уже выловили 266 животных. Отлов заключается путем гуманного отлова. Для этого у нашего подрядчика есть специальные преднадлежности, которыми он отлавливает этих животных. Машина оборудована клетками. В клетках содержится не более двух, в зависимости от размера этих животных, в зависимости от пола животных. И, соответственно, кошки в одних клетках, собаки в других клетках. После того, как он их отлавливает, он их сдает непосредственно в приемный пункт для животных. Часть брошенных собак и кошек выловили в ходе рейдов, часть по заявкам жителей. Сообщить о местонахождении бездомных животных можно по телефону управления коммунального заказа. Служба отлова передаст питомцев в приют, где их накормят и покажут ветеринару. Здесь же они будут ждать новых хозяев, которые подарят им свое тепло в настоящем уютном доме. Дарья Диатулина, Андрей Нагибин, Новости Муравленко. 15 августа в нашей стране отметят День археолога. Это праздник тех, кто неравнодушен к экспедициям, раскопкам и соприкосновению с древностью. Немало таких людей и в Муравленко. Когда древний человек пытался заточить камень, он проводил определенную процедуру, которая называется сейчас аджанная ретуш. Михаил Карпов увлекся археологией больше 10 лет назад. Еще на первом курсе Барнаульского педагогического университета. С тех пор он успел принять участие в 140 экспедициях. Я объехал весь Алтайский край, в буквальном смысле весь Алтайский край, все районы. Захватил северную часть республики Алтай и посетил порядка 100 памятников в различных экспедициях. Ну и несколько памятников также открыл. За эти годы День археолога стал для Михаила профессиональным праздником. В этом году он празднует его в 13-й раз и с удовольствием рассказывает о каждой из своих экспедиций. Это был август месяц, как раз совпал с Днем археолога. Днем там было очень тепло, а ночью очень холодно. Еще и этим запоминается, так как профессия археолога – это достаточно интересная, но и в то же время сложная работа, когда выезжаешь, несмотря ни на какие прогнозы погоды. Каждая находка для него – это отдельная история. Некоторым из них больше двух тысяч лет. Эти осколки, например, часть кулайской культуры. Здесь мы видим узор, определенный орнамент, который был сделан человеком с помощью пальцев и ногтей. То есть здесь мы видим следы ногтей древнего человека. И если приглядеться, то можно увидеть его отпечатки пальца. Очень интересно, человека нет, а след остался. Все предметы – это личные вещи солдат и офицеров, найденные в местах раскопок. Тот же котелок, который представлен здесь в музее. Андрей Просулов – командир поискового отряда «Ратибор» уже много лет. За это время они с ребятами побывали на раскопках во многих регионах страны, где шли бои в 40-е годы прошлого века. Отряд «Ратибор» существует с 2010 года. Это первый год, когда мы выехали в составе семи человек в район проведения поисковых работ. Город Белый, Тверская область, населенный пункт Демехи. Ну и, собственно говоря, с того времени идет история нашего отряда и наших экспедиций. Военная археология в корне отличается от обычной, уверен командир отряда. Ведь поисковики не ищут древние следы человечества. Они пытаются восстановить картину событий, произошедших по археологическим меркам не так давно. Почти 80 лет назад. «Мы редко работаем кисточками и редко мы изучаем слои земли, относящиеся к той или другой эпохе. Мы знаем, что мы ищем. Мы определенно знаем, какие события происходили в тех местах. И наш основной инструмент – это щуп, лопата, металлодетектор». Скоро военные археологи смогут вернуться к любимому делу. В сентябре командир «Ратибор» отправляется в экспедицию Бельский плацдарм. «16 сентября мы выезжаем в экспедицию в Тверскую область, Бельский район, населенный пункт Демехи, где в период с 16 по 30 сентября будет проходить экспедиция Бельский плацдарм. Отряд «Ратибор» будет представлено 10 человек». Чтобы не искали археологи, это дело глубоко увлеченных людей, которые не боятся трудностей и любят историю своего родного края. Дарья Диатулина, Виталий Сидняев, Новости Муравленко. У православных начался двухнедельный Успенский пост. Это единственный из постов, который посвящен Богородице. Он установлен в память Успения Божьей Матери. По строгости соблюдения Успенский пост приравнивается к великому. В пищу не разрешается употреблять мясные, молочные и рыбные блюда. Только один раз за весь пост разрешается есть рыбу в праздник Преображения Господня. Успенский пост – третий по счету из числа многодневных. При этом он неподвижен. То есть его сроки всегда одинаковы с 14 по 27 августа. Это все новости на сегодня. Еще больше подробностей на нашем сайте. Субтитры создавал DimaTorzok